Дорогие друзья, я хочу поблагодарить вас за то, что вы находите время посмотреть наши передачи. Для нас всегда большое благословение служить вам. Я верю, что само служение Российской Церкви – это возможность достичь людей Божьим Словом, где бы они ни находились. Не важно, где вы находитесь сегодня, важно то, что Бог не останавливает свою работу. Мы сегодня живем с вами в уникальное время, когда Божье Слово может прийти в жизнь и в дом каждого человека. Хочу пригласить вас, поделитесь со своими друзьями, знакомыми о наших передачах. Пусть больше будет зрителей, пусть больше будет людей, которые будут слышать Божье Слово. Таким образом, мы вместе будем прославлять Бога. Мы молимся и мы дорожим вами. Спасибо вам. Благослови вас Господь. Часто, вы знаете, мы живем и окружаем себя, знаете, такими болельщиками за нас. Знаете, когда мы женщины где-то жалуемся, к примеру, на мужа, мы обязательно идем к тем подружкам, которые нас обязательно поддержат в этом. Что вот у тебя действительно муж не такой, у всех мужики, как мужики, у тебя не мужик, у всех люди, как люди, у тебя не люд. И вот, вы заметили, нет, все в стране, вас постигло искушение. Вас постигло искушение. Но мы знаете, как делаем? Когда нас постигает искушение, мы ищем таких же искушенных, чтобы они утверждали в нас то, что будет противоречить Божьему Слову. И вот это ужасно. Потому что мы забываем, что Господу Богу одному служи, и Ему дашь отчет. Как я вам уже рассказывал, когда, знаете, стоишь перед операционной, и там, знаете, заходят тебе и говорят, снимай. А что снимать? Все снимай. Вот тогда у тебя нету, знаете, никаких фан-клубов. У тебя есть реальное осознание того, что ты можешь уснуть и не проснуться. И вот в это время почему-то тебе не хочется ни с кем поспорить. Тебе не хочется там позвонить, жене что-нибудь наговорить. Дьявол поставил Иисуса и говорит, послушай, все царства мира, они будут принадлежать тебе. Все, что тебе нужно, просто почтить Меня. Вот если ты почтишь Меня, вот это все будет твое. Иисус не спорит с ним. Иисус не говорит ему, знаешь, гореть тебе синим пламенем. Иисус говорит, знаешь, я знаю, кому я служу, я знаю, кому я должен поклоняться. Только одному, Господу Богу служи, Ему поклоняйся. Можем ли мы сказать себе в своей жизни, что есть приоритет моей жизни, это жизнь в поклонении Богу, жизнь в служении Богу. А все остальное, когда она будет приходить в мою жизнь, то только для того, чтобы помогать мне еще быть более эффективным для Царства Божьего. Потому что в этом и смысл моей жизни. И повел в Иерусалим, и поставил на крыле храма, и сказал, мой святый сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано ангелом своим, заповедуя тебе, сохрани тебя. И на руках понесут тебя, да не притнешься камень ногою твоей. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа, Бога твоего. И окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Еще одно искушение, которое приходит в нашу жизнь, знаете, это некое безрассудство в Боге. Это когда мы мыслим, что мы верующие, с нами вообще ничего не может произойти. Это когда мы едем по дороге, и написано, что идет ремонт дороги, или там скользкая дорога, знак. А мы считаем, что мы такие крутые, мы такие верующие, что с нами ничего не произойдет, с нами Бог. И вот мы пролетаем через эту скользкую дорогу, мы остаемся целы, невредимы, и мы при том приходим и хвалимся кому-то, что мы вот такие вот крутые, и Бог нас хранит везде, чтобы мы не делали. Вот Иисус не был таким. Дьявол поставил его на крыле храма, говорит, слушай, ты можешь броситься, написано, что ангелам своим повелит о тебе, то есть давай проверим твою веру. Давай проверим твои отношения с Богом. Если Божье Слово истину говорит, почему бы тебе это не попробовать? Вот мы бы, наверное, чтобы доказать дьяволу и всему этому миру, мы бы сказали, просто мы бы прыгнули бы и доказали бы за две секунды, что Бог на нашей стороне. А Иисус не стал это делать. Что на самом деле ангелы Божьи не подхватили бы Иисуса, который ходил по воде, который воскрес из мертвых потом? Разве ангелы Божьи не позаботились о нем, чтобы он не приткнулся на кою о камень? Да, конечно, мы позаботились бы. Но вы знаете, Иисус не дал места лукаванию. И он не впал в это искушение. Сколько из нас мы наполнены безрассудной жизнью, поступая неразумно, только потому, что мы считаем, что Бог – это тот, который обязан служить нам, а не мы, те, которые должны служить Ему. И мы становимся такими, знаете, экстремалами веры. И мы влазим в какие-то безрассудные поступки. И мы считаем, что вот Бог, Он позаботится, Бог со мной, Он будет. И мы влазим в такие неразумные вещи, от которых потом страдаем. И не знаем потом, как вылезти с этой беды. И потом начинаем обвинять людей, потом начинаем обижаться на Бога, потом отходим от церкви. Только потому, что мы впали в искушение. Потому что дьявол просто поставил тебя на углу твоего банка, который предлагает тебе проценты, которые ты в жизни будешь платить. Почему я говорю об этом? Потому что часто бывают такие искушения в нашей жизни, когда дьявол приходит и говорит, ну Бог же с тобой, Он же позаботится, делай шаг. И мы с вами безрассудство называем шагом веры, что Бог позаботится. Это то же самое, что Иисус стоял бы на крыльце храма и сказал, да Бог позаботится. И сделал бы шаг. И ты его знает, как бы этот шаг был, чем бы он закончился бы для Господа. Но вы знаете, сила Господа была, знаете в чем? В его послушании Отцу Небесному. Послушанию Его Слову. Нам не нужно безрассудство, которое мы называем верой. Вера и безрассудство абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Потому что когда я видел человека, который сказал, я начал жертвовать по 30 рублей. Я сказал, Господь, если ты благословишь меня, я буду давать, я буду увеличивать это каждое полгода. Своё даяние для определенной цели. Это человек, который входит в список Форбса. Он один из успешных людей, христиан на земле. И он начинал просто с 30 рублей, которые он говорит, я испытал Бога в своей жизни. Я начал это делать, и я увидел, как Бог начал баскать дела рук моих. А мы иногда, знаете, Бог дал нам то малое масло, которое у нас есть. И те сосуды, которые у нас есть в доме. Но мы не ценим ничем. Мы не ценим ни отношениями с Богом, ни отношениями с соседями. Поэтому мы берем это масло и просто гулять, да гулять, на последнее мы разбиваем этот сосуд. Тут малый сосуд, который есть у тебя, который способен прокормить тебя, но ты недоволен этим сосудом. Ты считаешь, что твой доход слишком мал. У тебя слишком мало времени в жизни, чтобы успеть все достичь, испытать, оторваться, погулять хорошо. И ты начинаешь впадать в безрассудство. Мне нравится эта бедная вдова, которая находилась в очень сложных обстоятельствах. Она пришла к Господу, Господь, что я могу сделать? Что я могу сделать? У меня беда в жизни. У меня ребенка забирают, детей забирают. У меня муж погиб, у меня долги, у меня проблемы. И не написано, что, знаете, Пророк сказал, иди там, и безрассудно поступай. Что у тебя есть? Что у тебя есть? Господи, у меня есть так мало. Этого мало будет достаточно, чтобы решить все проблемы жизни. Дорожай тем малым. Дорожай тем малым. Мы, знаете, часто имеем стабильную, хорошую работу. Может быть, она отличается от других работ. Может быть, где-то работы выше, но трудиться нужно больше, и риска больше, и здоровье уже не то, чтобы работать там. А ты недоволен своей жизнью, потому что у тебя так мало этого масла. Вот так мало, оно ж так много. И ты готова вот все это бросить, идти что-то искать. Мне нравится та вдова, которая, знаете, не пренебрегла тем малым, что было у нее. То малое оно принесло пред лицо Господне. И то малое открыло путь для успеха и областвования в жизни. Написано, что она решила все свои проблемы. Представляете, она избавила детей от того, чтобы попали в рабство. Она отдала долги, которые муж должен не оставить ей после смерти своей. И еще хватило, чтобы прозаботиться о своих детях и прожить жизнь. Вот это когда Бог являет свою славу, и когда ты в послушании Божьему Слову поступаешь разумно. Поэтому я хочу вам сказать, что часто искушения приходят в нашу жизнь в той сфере жизни, где мы думаем, что это не искушение. Если Писание говорит о том, что Иисус не подверг свою жизнь опасности и риску, чтобы доказать что-то дьяволу, то и нам не нужно подвергать свою жизнь риску и опасности, когда мы попадаем в какие-то экстремальные ситуации, знаете, когда нам хочется там, где ремонт идет, ехать 200 километров в час. Потому что потом, когда происходит беда, мы начинаем винить дьявола, мы начинаем обижаться на наших друзей, мы начинаем обижаться на наших родных, мы начинаем искать виноватых. А вы знаете, самая большая проблема – это ты подвергся искушению. Если Иисусу предложен был Исусу мир, и Он не избрал его, то нам ли избирать влияние этого мира, нам ли Он нужен, если мой Господь предпочел смерть крестную ради меня? Я не знаю, как ты живешь, я не знаю, касается ли тебя-то сегодня Слово, нужно было ли тебе его слышать. Но я тебе хочу сказать, что тебе не нужно искать команду поддержки в своих обидах, в своем непрощении, в своих искушениях, в оправдании каких-то своих глупостей. Все, что тебе нужно сделать, тебе нужно посмотреть. Не нахожусь ли я на опасном пути, не нахожусь ли я в этой долине искушения, когда дьявол пытается разрушить мою жизнь. Вы знаете, дьявол не заходил, знаете, так напрямую, чтобы убить Господа. Он подводил Господа к тому, чтобы Иисус сам себя убил. Дьявол не подводил, знаете, Иисуса к тому, чтобы он заставил его согрешить. Он давал ему наводку, ты можешь это сделать. Представьте, если бы Иисус поклонился дьяволу. Весь замысел, весь план спасения, искупления рухнул бы в этот же день. Еще не начавшись толком служения Господа, оно закончилось бы на этой земле поражением. Но написано, что Господь прошел через эти искушения. И Писание говорит о том, что мы обращаемся к священнику, который сам был искушаем, нашему Господу Иисусу Христу. Представляете, мой Господь прошел через эти все искушения, и Он знает, как мне помочь. Он знает, как мне помочь. Обращаюсь ли я к священнику стопе моей, обращаюсь ли я к Божьему Слову, является ли оно высшим приоритетом моей жизни? Является для меня возможность обладать и иметь все, что я достигаю в этой жизни, чтобы прославить Бога. Или все, чего я достигаю в этой жизни, оно удаляет меня от прославления Бога. Мне нужно посмотреть, мне нужно быть искренним и честным в том, чтобы увидеть это. Потому что все это, дорогие мои, происходит не тогда, когда ты только на пути следования за Христом, ты еще не покаялся, ты еще не принял водное крещение. Это история, которая говорит о том, что это происходит, когда ты уже являешься частью церкви. И Библия говорит, что план дьявола даже, знаете, обольстить избранных, те, которых Бог предназначил и предопределил для спасения, для служения, для многих великих божьих дел. Написано, что дьявол все равно, как рыкающий лев, ищет, кого бы поглотить. Он не просто приходит, знаете, как кто-то злой, а он приходит тот, который очень нежным голосом говорит в моей жизни. И этот голос, знаете, делится на 10 еще человек, которые поддерживают меня. Я прихожу, я начинаю делиться, какой мой муж невнимательный, какой он может быть не искренний, не ласковый, не добрый, не обходительный. И тут же 10 человек находят тебя, которые сострадают тебе, и говорят, да, да, ты знаешь, это действительно, вот он не такой, я заметил, он у тебя грубоватый, он такой, 5-й, 10-й. И ты уже на грани того, чтобы просто развелить семью, оставить детей без отца, потому что твои обиды и все остальное, искушения в твоей жизни, они переполнили тебя. И когда голос здравости звучит, то голос так ранее тебя обижает, что ты закрываешь дверь и даже не хочешь слышать его. А может быть, это и есть голос Божий в твоей жизни. Может быть, тебе надо просто фан-клуб закрыть. И когда не будет этих поклонников, фанатов твоих, которые поддерживают тебя, может быть, тогда тебе станет легче дышать на этой земле. Тогда, может быть, Божье Слово станет светильником для стези твоей. Послушайте, ну это выбор каждого из нас. Не написано, что стояли ученики и уговаривали Господа, знаешь, не делай этого, пожалуйста, только не делай этого. Не написано, что Петр, которого Господь хотел призвать, как-то в сердце своем почувствовал, что у Иисуса опасность, побежал, принес ему хлеба, не ешь, не делай из камней хлеб, на тебе хлеба, все, будет нормально. Нет, не написано, что кто-то был рядом. Не написано, что Иисус понадеялся, что ученики изберет, ученики накормят. Нет, Он проходил через это испытание. Он оставался в одиночестве с Господом, предпочел быть в голоде, в нужде с Господом, нежели с дьяволом в решении всех проблем жизни. А нам, порой, знаете, так хочется, чтобы у нас все было, чтобы нам даже с дьяволом не поссориться. Это искушение, которое приходит в твою жизнь. И ты и я, послушайте, мы сильны противостать этому искушению. Ты и я, мы сильны остановить проклятие. Ты и я, мы способны разрушить дела дьявола. Бог дал нам силу и способность. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, записаны такие слова. «Ибо я от самого Господа принял, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую передал, Он был, взял хлеб. Возблорил, преломил, сказал, примите и едите, сей из тела мое за вас ломимое. Все отверите в мое воспоминание. Также чашу после вечерей сказал, сей чашей есть новый завет в моей крови. Все отверите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей, пьете чашу всю смерть Господню, возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню достойно, виной будет против тела крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом, пусть есть от хлеба сего пьет из чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет в осуждение себе, не рассуждая теле Господнем. А то многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вы знаете, перед нами святыня. Это не просто хлеб, это не просто чаша, которую мы принимаем, это то, что освящено молитвой, это то, что является прообразом тела и крови Господа Иисуса Христа. Почему мы это делаем? Потому что каждый раз мы напоминаем себе о том, что мы являемся частью Его тела, мы являемся частью Его Церкви. Это то, что объединяет нас. Это то, что укрепляет или утверждает Царство Божие внутри нас. Это то, что дает нам силы преодолевать все искушения жизни. Это то, что на мгновение останавливает нас и заставляет нас задуматься о том, что совершил Господь в нашей жизни. Он искупил нас, Он помиловал нас, Он простил нас. Это то, что показывает, что ответы и решения всех проблем жизни в Нем. Не в искушениях, не в стремлениях, не в желаниях, а в Боге мои ответы, и в Боге мой успех, и в Боге мое благословение, в семье, в работе, в здоровье, в планах, намерениях, желаниях. Это то, что напоминает мне, в чем смысл моего бытья на этой земле. Что однажды я вкушу этот хлеб с Господом и разделю его на небесах. Однажды я буду проводить вечность с тем, который умер и пролил свою причистую кровь за меня и воскрес мое оправдание. Это не просто, знаете, ритуал, обряд или традиция. Это то таинство, которое говорит мне о том, что Господь искупил меня, и я Его. А все, что тебе нужно сделать, понять, что ты храм Духа Святого, призван прославлять Бога всем телом своим, душой своим, духом своим, разумением своим. Все, что тебе нужно, принять Его прощение. Принять. Принять. Аминь. Аминь. Давайте мы отстанем. Сегодня у нас весь день шел снег. К вечеру на клумбах уже выросли целые горы. Утром еще ничего не было. А затем полетели крупные хлопья, как в сказке. И все стали бегать и играть в снежки. Маша и Вероника слепили снеговика. Правда, глаза и нос у него очень скоро засыпало. И вообще, как будто одеялом накрыло. Не разберешь, а где сам снеговик-то? А Пашка насыпал мне целое ведро снега за шиворот. Ну, не ведро, конечно. Но сначала так показалось. Он хороший друг, Паша. И Сережа. И еще Денис. Они мои лучшие друзья. Они мне часто помогают. Но вот, наверное, скоро мы с ними будем реже видеться. Я понемногу собираю вещи. Так-то их немного. Знаешь, самое ценное, что у меня есть, это дудочка, на которой я научился играть в прошлом году. Я тебе уже много раз писал об этом. Я так хочу с тобой увидеться. Я очень тебя люблю. К нам приезжали ребята из Перми. К нам ведь не часто кто-то приходит. А тут из другого города приехали. Мы были в элитных колясках, и меня сильно это тронуло. Когда я увидел всех этих детей, у меня прямо в сердце звучало одно слово. Отверженность, отверженность. Мы начали рассказывать тебе о Боге. Алексей, он похож на Супермена. Он очень сильный. Он в армии служил. Он может подтягиваться много-много раз. А еще он умеет в лесу ориентироваться. И выживать без еды целую неделю. Может, еще раньше его папа этому всему научил. Я не знаю. Мне было 4 года, когда мама написала отказанное письмо и отправила нас вместе с сестрой в детский дом. Мы с сестрой плакали. Мы ждали. Я думал, где моя мама? Так прошли годы, и мы поняли, что мама просто никогда за нами не вернется. Мы писали ей письма. Мы очень любили ее. Мы просто писали. Мама, у нас все хорошо в детском доме. Приезжай за нами, пожалуйста. А еще я думаю, что будет после выпускного. Ну вот буду я на новом месте. А я так ко всему здесь привык. Я понимаю, что у них... У них так же нет будущего. Их будущее – это дом инвалидов. И все. А позавчера Мария Алексеевна, наш зауч, рассказала нам, как ездила нависеть Максима. Он уехал из нашего детского дома год назад. Было огромное желание как-то помочь им. Стала рождаться, знаете, такая идея. Почему нам не открыть этот дом? Дом надежды для вот таких вот детей. Им просто необходима помощь. Ведь многие из них могут реализоваться в жизни и чего-то добиваться в жизни. Они очень талантливые многие. Они творческие. Они достаточно умные. Каждый ребенок, рожденный в нашей стране, он нуждается в любви, в заботе. Беда нашего общества в том, что многих мам убедили в том, что они должны оставить ребенка, если он родился с каким-то физическим недостатком. Но я верю, что Бога нету сирот. Нет. Бога нету тех, кого он наставил лет вверх. И та идея, и то желание, которое родилось у нас, это именно помочь этим детям, которые выходят из детских домов. И судьба их очень трагична, даже если они выходят просто из детского дома и могут адаптироваться в современном обществе. А также помочь тем детям, которые с ограниченными способностями. Может быть, их никогда никто не усыновил, только потому что у них были проблемы со здоровьем. Но я верю, что ресурсы церквей достаточно человеческого, душевного, Божьего любви и терпения к этим детям. Поэтому наша цель, чтобы как можно больше было таких домов. Многие люди, они думают, ну, ребенок детского дома поехал, дом инвалидовит, проживет там хорошо. Но когда ты ездишь туда, когда ты видишь проблемы этих домов, когда ты видишь, что происходит там с людьми, то это становится страшным. Я верю, что в церквях нет равнодушных людей. Поэтому, если церковь может себе это позволить, я бы рекомендовал находить, изыскивать возможности для создания таких домов. Домов помощи, домов надежды, чтобы в нашей стране вообще не было ставленных и уброшенных детей. Что чужих детей не бывает. Это все наши. Редактор субтитров А.Семкин